здравствуйте друзья сегодня мы поговорим с вами о народной микроволновой печки lg ms 2042 это широко распространенная модель пользуется большой популярностью можно сказать что модель проверенная временем она вышла на рынок в 2013 году и до сих пор выпускается и успешно продается она позиционируется как недорогая соответственно именно таким образом ее нужно оценивать микроволновая микроволновка сенсорным управлением вернее правильнее назвать это мембранные кнопки это не настоящее сенсорное управление здесь под пленкой находятся тонкие контактные площадки которые замыкают проводники при нажатии на кнопку настоящее же сенсорное управление срабатывает просто от прикосновения нажимать кнопку не нужно здесь если я просто прикасаюсь не нажимая как видите никакие функцию не срабатывают. Чтобы кнопка сработала, на нее нужно надавить с усилием. Этой печкой мы пользуемся примерно 6 лет, и за это время на нее не было никаких нареканий. У меня печка серебристого цвета. На сегодняшний день такой цвет уже не делают. Сейчас выпускают белый и черный цвета корпуса. Кстати, черный цвет смотрится очень элегантно. Если такой цвет подходит к вашему интерьеру, могу его рекомендовать. Стекло передней панели пластиковое. Корпус из тонкого металла. Под нажатием пальцев прогибается. Вес микроволновки около 10 килограмм. Объем этой печки 20 литров. Объем это тот параметр, на который не всегда обращают внимание при выборе микроволновки, а напрасно. От объема в первую очередь зависит, насколько удобно вам будет пользоваться печкой. Все бытовые микроволновки условно делятся на три группы по объему. 17, 20 и 23 литра. В идеале всегда покупать печку максимального объема, то есть 23 литра. В этом случае вы не будете ограничены в ее использовании. В данном же случае объем 20 литров. Это значит, что вы без проблем сможете разогревать в ней любые блюда, но не сможете полноценно использовать ее для крупных предметов. То есть, если нужно разморозить курицу или крупную рыбу, то для этого вам не хватит места в камере. Эти продукты будут цепляться за стенки и не смогут вращаться на блюде, а соответственно, не будут равномерно прогреваться. И даже попкорн в бумажном пакете тоже будет застревать в такой печке. Чтобы более наглядно объяснить разницу в объеме, я скажу, что у микроволновки объемом 23 литра. Диаметр блюда 29 сантиметров. А здесь, давайте посмотрим, какой диаметр блюда. А здесь всего лишь 24 с половиной сантиметра. Представьте разницу 24 и 29. Вот настолько блюда большего в микроволновке объемом 23 литра. Соответственно, объем камеры там намного больше. Отсюда делаем вывод. Главное назначение этой модели – разогрев блюд. Мощность микроволн в этой модели 700 Вт. Можно выбрать один из пяти уровней мощности. 700, 560, 420, 280 или 140 Вт. Некоторые пользователи говорят, что она слабо греет. Это неверно. Она греет именно на свои 700 Вт. Если сравнить ее с микроволновкой мощностью 1000 Вт, соответственно, последняя будет греть на треть быстрее. Это вполне логично. Модель обычная, классическая, не инверторная. Что это значит? Что в основе ее схемы большой трансформатор. Управление простое и интуитивно понятное. Сверху расположены кнопки автоматических режимов приготовления. Международная кухня. Над дверью есть наклейка с подсказкой по использованию этих режимов. Если честно, мое мнение, что все эти автоматические режимы не более чем красивый маркетинг. Абсолютное большинство пользователей используют печку исключительно для разогрева. Я не знаю людей, которые вот прямо готовят блюда в микроволновке. Кроме того, блюда, приготовленные в СВЧ-печи, получаются невкусными. Если вы хотите в ней готовить, мой вам совет. Лучше купите мультиварку. Вот она действительно хорошо готовит. И с ее помощью любой человек, который вообще не разбирается в готовке, способен приготовить шикарный обед. Там все блюда детально описаны. Забрасываете все ингредиенты, включаете программу и все готовится практически само. Но возвращаемся к нашей печке. Ниже идет кнопка быстрое размораживание. Она предназначена для быстрого размораживания полкилограмма фарша. Это кнопка для выбора мощности микроволнов. Ниже кнопки часы и больше-меньше. Ниже находятся кнопки выбора времени приготовления по рецепту. Далее кнопки старт, стоп и энергосбережение. Кнопка энергосбережения отключает дисплей и микроволновкой расходует меньше электроэнергии. Кнопка старт запускает разогрев на максимальной мощности в течение 30 секунд. Если нажать на кнопку несколько раз, время суммируется. Например, одна минута, полторы минуты, две минуты и так далее. Кнопка стоп останавливает процесс разогрева или приготовления. Внутри печки белая поверхность, но в моделях последних лет выпуска там уже будет серая эмаль. Она легче моется и на ней незаметны загрязнения. Блюдо обычное. Установлено на трех колесиках. В отличие от более дорогих моделей, в которых блюдо устанавливается на шести точках опоры. Подсветка тоже обычная лампочка накаливания, не светодиодная. Уровень шума стандартный, как у большинства микроволновых печей. Звуковые сигналы примитивные. Печка просто пищит, в отличие от более дорогих моделей, в которых завершение разогрева подтверждается короткой мелодией. Из удобностей стоит отметить функцию блокировка от детей. Для кого-то эта возможность будет очень полезна. Нажмите и удерживайте кнопку стоп-сброс до тех пор, пока на дисплее не появится надпись L. Lock. Теперь печка заблокирована и ни на какие кнопки она не реагирует. Отключается блокировка таким же образом. Нажимаем и удерживаем. Печка разблокирована и снова работает. Никаких других новомодных функций типа поддержания температуры готовых блюд в этой печке нет, потому что модель бюджетная. Как настроить часы? Чтобы сбросить показания времени, необходимо отключить шнур питания от сети и включить его обратно. Если требуется, чтобы время не отображалось на дисплее, после включения печи в сеть следует нажать кнопку стоп-сброс. Время выключилось. Чтобы установить часы, нажимаем кнопку часы, выбираем режим отображения времени 24-часовой либо 12-часовой. Мы выбрали 24-часовой режим. Кнопками минуты, 10 минут, 1 минута и 10 секунд устанавливаем время. Кнопкой 10 минут устанавливаем часы, 16 часов. Кнопкой 1 минута устанавливаем десятки минут, например 20. Кнопкой 10 секунд устанавливаем единицы минут, например 7. И снова нажимаем на кнопку часы, чтобы перестали моргать точки. Все, время установлено. Если требуется, чтобы время не отображалось, можно нажать на кнопку стоп-сброс и дисплей погаснет. Чтобы включить дисплей, снова нажимаем стоп-сброс. Когда печь не используется и дисплей не настроен на отображение времени, он автоматически отключается для экономии электроэнергии. Из минусов стоит отметить очень громкий звук закрывания двери. Дверь закрывается с таким звуком. Очень громкий щелчок. Обычно к этому быстро привыкаешь, но для кого-то это может иметь большое значение. Еще один недостаток. В конкретном экземпляре печки как-то не очень аккуратно примыкают друг к другу панели корпуса. Видна небольшая щель вот здесь сбоку. В остальном за 6 лет эксплуатации никаких нареканий нет. Она работает так же хорошо, как и в момент покупки. Печка проверена временем и показала себя весьма надежной. Можно смело рекомендовать ее к покупке. А если вы хотите купить более функциональную, более навороченную модель, У меня на канале есть обзор другой печки LG. Ссылка будет вверху экрана и в конце этого видео. А сейчас я хочу ответить на несколько популярных вопросов зрителей. Вопрос первый. Проходит ли микроволновая энергия через смотровое окно в дверце? Нет. Отверстия сделаны таким образом, что пропускают только свет. Однако они не пропускают микроволновую энергию. Вопрос второй. Повредится ли микроволновая печь, если включить ее пустой? Да, включать пустую печь запрещено. Если это необходимо, можете поставить в нее стакан с водой, как это делаю я для демонстрации. Таким образом печку включать можно. То же самое касается, если вам нужно разогреть какое-то очень маленькое количество пищи, чтобы печка не вышла из строя, поставьте рядом стакан с водой. И большая часть энергии будет поглощена водой, а ваше блюдо не перегреется. Итак, друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Если это видео было для вас полезным, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много полезных видео. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok